Добро пожаловать! Сегодня продолжаем серию программ из автобиографической книги Роберта Качаряна и поговорим сегодня про экономические реформы, которые Роберт Качарян сделал в первой пятилетке своего руководства в качестве президента Республики Армения. Приоритетом для нас, конечно, была экономика. Нужно было приподнимать меры для развития малого и среднего бизнеса. Первым делом мы приняли закон о господдержке малого и среднего бизнеса, а чуть позже закон об упрощенном налогообложении. Мы ввели фиксированный налог, привязав его к обороту, чем избавили малый бизнес от общения с налоговыми органами. Также мы приняли закон о госзакупках, который при всех своих недостатках все же заметно упорядочил бюджетные расходы и позволил бизнесу активнее участвовать в тендерах по приобретению товаров и услуг. Теперь тендеры стали прозрачными, а главное конкурентными. Моя контрольная служба начала получать многочисленные жалобы на решение тендерных комиссий от фирм, проигравших конкурсы, что я посчитал очень хорошим сигналом. Впервые появились признаки того, что без взяток и откатов у нас в стране можно иметь дела с госорганами. Развитие малого и среднего бизнеса очень важно для развития экономики любой страны, поэтому президент делал очень колоссальный акцент на то, чтобы все было так, как должно быть по закону и чтобы никто не смог переходить закон. Но, конечно, не только малый и средний бизнес является важным фактором. Более важными факторами также были и то, что нужно было взаимодействовать и получать инвестиции в нашу страну. Для этого были приняты многие другие законы, и они постоянно реформировались в течение всего президентства Роберта Кочаряна. Дальше нам предстояло сделать фундаментальные шаги по борьбе с кумовством и коррупцией в органах власти и управления. Мы начали работать над концепцией закона о гражданской службе, который позволит сформировать профессиональную бюрократию, защищенную законом от прихоти и пороков политиков. Мы собирались отделить политические должности от государственных, установить законодательные гарантии независимости госслужащих, их карьерного роста и социальной защищенности. В 2001 году мы приняли еще целый ряд важных законов. Из них я бы выделил антикоррупционный закон о декларировании имущества и доходов руководящими работниками органов власти и управления, а также новый стимулирующий экспорт таможенный кодекс Армении. Кроме того, в 2002 году была принята важная правительственная программа преодоления бедности. Все эти меры сразу отразились на динамизме экономики. Пошли первые инвестиции в промышленное производство. Так Сибал стал совладельцем Арминала. С обещанием больших вложений в модернизацию предприятия. Заработал электроламповый завод. Начался бурный рост табачной отрасли. Развивалась пищевая промышленность. Продолжали увеличиваться объемы обработки алмазов и ювелирных изделий. Пошли крупные инвестиции в строительство отелей Еревана. Малый и средний бизнес показывал чудеса роста, значительно опережая динамику ВВП. Ежегодно создавались десятки тысяч новых рабочих мест. Только в 2001 году их появилось около 44 тысяч. Начались масштабные строительные работы по программам фонда Линдси на средства Кирка Киркуриана. Были сделаны первые шаги в реализации грандиозного проекта Северного проспекта. Рост экономики в 2001 году составил 9,6%, а уже в 2002 году 12,5%. Промышленное производство выросло на 16%, а экспорт на 50%. Все бюджетные показатели были перевыполнены. The Wall Street Journal и Фонд наследия в своем совместном исследовании признали Армению самой благоприятной для иностранных инвестиций страной в СНГ. Но не только экономическое развитие предвещало прорыв Армении. Особенным 2001 год был не только тем, что был колоссальный прорыв в экономике для малого и среднего бизнеса. Особенным он был еще тем, что впервые за всю историю Армении посетил Папа Римский Иоанн Павел II. 2001 год был полон событий. Так впервые прошли панорамянские Олимпийские игры. Летом того же года в Ереване прошли первые панорамянские спортивные игры, вызвавшие большой эмоциональный всплеск в отношениях с диаспорой. В 2002 году всего через год в Ереване прошел второй форум Армения-диаспора. Его преддверие общественное телевидение Армения организовало первый в истории телемост Ереван-Лос-Анджелес-Москва, в котором также приняли участие города Гюмри и Степанакерт. В течение двух часов, собравшиеся в студиях Москвы и Лос-Анджелеса, армяне имели возможность в прямом эфире задавать мне волнующие их вопросы. Обращая особое внимание на экономическое развитие страны, Роберт Кочарян также не забывал о вооруженных силах, на которые тоже нужно было делать акцент. Я понимал, что именно боеготовность армии определяет устойчивость перемирия и что от этого фактора в немалой степени будет зависеть, каким окажется соглашение по Карабаху. Содержание армии, поддержание и наращивание его боеготовности, обеспечение безопасности Армении и Нагорного Карабаха оставались моим важнейшим приоритетом в течение всего президентского срока. Внутриэкономическое развитие страны немаловажный фактор для развития, но внешнеэкономические связи могли принести больше вложения в страну, поэтому первая пятилетка Роберта Кочаряна прошла в особенных разъездах и новых соглашениях. Я совершил множество официальных визитов в разные страны, причем их география заметно расширялась. Во время всех визитов мы проводили совместные бизнес-форумы, встречались с представителем деловых кругов, пытаясь всячески продемонстрировать инвестиционную привлекательность Армении. В расширении географии и круга наших международных связей я видел колоссальный потенциал для привлечения прямых иностранных инвестиций, в которых мы сильно нуждались. 2001 год был очень важным годом для развития Армении. Армения вошла в состав Совета Европы. К этому Армения шла очень долго. С 1996 года Армения подала заявку на то, чтобы войти в Совет Европы. Но, как мы знаем, для того, чтобы войти в Совет Европы, нужно очень многое преодолеть. Путь был долгим и тернистым. Но 2001 год, апрель месяц, и Армения в составе Совета Европы. А вот уже в 2003 году Армения вошла в состав ВТО. Членство ВТО делает экономическую политику страны более прогнозируемой, по крайней мере, по части ее вовлеченности в мировую торговлю. А это чрезвычайно важно как для торговли, так и для инвестиций. Но, по моему мнению, самым важным прогрессом для Армения было то, что в 2001 году наконец-то был подписан мирный договор. В эти же годы возобновились переговоры по урегулированию Карабахского конфликта, кульминацией которых стала встреча в Кюэсте в апреле 2001 года о всемлющем урегулировании Карабахского конфликта, разработанного при непосредственном сопредседательстве Минской группы. Первая пятилетка правления Роберта Кучаряна была очень насыщенной и полной на реформы, как экономических, так и внешнеэкономических. Не стоит забывать о том, что было проделано очень много работы для того, чтобы все это на самом деле работало как законодательно, так и исполнительной власти. Что было далее, мы с вами обсудим уже в следующих наших программах. До встречи!